Привет! Решила сделать небольшое видео, постараюсь, чтобы оно было небольшим. Вот все время вот это мелькает везде, про радость, да? И для тех, кто в пятом измерении, знакомый с этим, с этой технологией, вы слышали, что радость наполняет, да? Вот мне было интересно, почему? Вот почему наполняет? Для таких, как я, смотрите, мы, неважно во что вы верите, в это ли, не в это ли, мы мир воспринимаем из нашего тела, да? Даже если мы принимаем за факт, вы принимаете за факт, что душа, потому что я принимаю, душа находится в теле, то все равно все считывание информации идет через тело. Вот, оказывается, наше тело производит энергию, в буквальном смысле электричество, я говорю, оказывается, для меня это было оказывается. Около ста ватт, когда мы вообще ничего не делаем. Вот просто мы спим, и мы производим энергию. Поэтому, когда мы просыпаемся, мы чувствуем себя отдохнувшими, потому что тело продолжало производить энергию, а раз он-то спал, ну, если только мы не сливали, потому что у меня уже идет иногда через сны, я сливаю порой, потому что вживую-то я не сливаю, нашелся способ, поэтому я сейчас с этим работаю. Вот, но вы просыпаетесь отдохнувшим, отдохнувшей, потому что ваше тело производит энергию. Смотрите, получается, как я эту математику делаю, а – это количество производимой энергии, б – это количество используемой энергии для того, чтобы поддерживать тело. это, ну, вот, кровеносная система, пищеварительная система, да, мозги, прочее, про мозг. На все, на это уходит B – количество энергии. А минус B получается, ну, скажем, V. V – какое-то слово дурацкое. X. Давайте X-ом назовем по-нормальному. X – количество энергии остается свободной, и вся вот эта энергия X уходит на то, чтобы приходили какие-то новые идеи, чтобы, ну, вот, то, что манифестации, да, если кто-то этим увлекается. Это вот на все остальное, что нам необходимо, это энергия X, вот это вот оставшееся количество. Когда мы нервничаем, когда у нас стресс, когда мы переживаем за умерших кого-то, за кого-то, за себя, все вот это вот – вина, страхи – это все использует вот это вот количество X. Получается, что вот это вот у нас какое-то количество, и там достаточно много. Ученые сейчас разрабатывают способы. Они, ну, люди сейчас пытаются, ученые, понять, как можно вот эту энергию, которую наше тело не использует, да, как ее можно собирать и использовать, ну, как альтернативные энергии, чтобы не электричество, а наше тело. На что я посмеялась, подумала, как интересно. А почему бы я сама свою энергию не разбиралась с ней? Вот, и получается, что у нас вот это вот количество энергии X, все, что вы в течение дня, в течение жизни, о чем думаете, переживаете, вот это все пожирает часть этой энергии. И из X минус вот это вот то, что пожирается, еще меньше остается. И вот из этого, с этим маленьким количеством, давайте назовем его Y, количество, а, Z, лучше Z. Количество Z остается для того, чтобы, ну, творить реальность, чтобы быть счастливой, чтобы там что-то, ну, кому хочется рисовать, когда вообще нет энергии, да, только ее в буквальном смысле нет. Ее осталось Y, Z. Вот, и получается, ну вот, почему радость, да? Смотрите, как я это увидела, я всю ночь просидела за компьютером две недели назад, все думала, как же, как же. Получается, смотрите, когда мы, как уникальное существо, у нас есть какие-то определенные, не то что задатки, но у нас есть какие-то особенности. Кто-то любит, мы все любим солнышко, да, посидеть, посмотреть на солнышко, типа, ну, кто-то любит музыку. Мы в течение дня развили какие-то наши определенные особенности нашей души, да, у меня, например, музыка, я обожаю музыку, или визуально, то есть я визуально получаю удовольствие от какой-то красивой, ну, я про себя говорю, потому что вы для себя, естественно, я понимаю, что все у многих. Вот, то есть какое-то ваше особенное чувствование развилось до определенного момента, и вот этот поиск радости, что, поиск чего, поиск того, что наполняет именно вас, почему это важно, потому что вы находите вот этот вот прямо пазлик, который вот прямо идеально будет наполнять вас, и что происходит, он наполняет вас настолько, что вы абсолютно отключаетесь от вот всех вот этих вот стрессовых переживаний и всего, что на уме, да, чем занят ум, все вот это вдруг отключается, и получается, смотрите, так и получается, что тело-то ваше продолжает генерировать энергию, ну, вот сто, как я говорила, там по-разному, смотря, что вы делаете, там по-разному вырабатывается энергия. Почитайте, это очень интересно. Вот. И эмоции, разные эмоции, то есть когда у нас вот это вот легкое волнение где-то, на заднем плане, оно меньше пожирает, да, а вот эти вот, когда мы вдруг испугались резко, да, кто-то напугал, или, ну, вот когда вот эта тоска почему-то, это более высокие, и они прямо жрут, потому что мы потеем, у нас сердце повышается, у нас голова начинает быстро думать, ну, прям вот это стрессовое, то есть эндокринная система, гланды, все вот это вот, это уже расход энергии повышается, понимаете, то есть это не получается, что мы сливаем, это не просто слово, что мы сливаем, а в буквальном смысле наше тело забирает энергию на поддерживание всего, что вдруг активировалось, потому что мы распереживались, и, соответственно, у нас меньше остается для нейронных, для нейронов, и мы не способны физически, невозможно, потому что нейроны слабые, им не хватает в буквальном смысле электрических импульсов для того, чтобы создать новую связь, а новая связь – это и есть идеи, инсайты, какие-то вдохновения, это невозможно, если вы физически не получаете энергию, понимаете, если вы ее расходуете на что-то, поэтому у вас, и получается у вас вот этот вот выбор, вы хотите продолжать так, ну вот как мы машем рукой, а, ну подумаешь, все так живут, ну там любовь, ну подумаешь, как бы все мои предки так жили нормально, да, то есть это выбор, вы можете продолжать, и это нормально, ну как в этом ничего плохого нет, просто если вы слышите об этом, то скорее всего вам для чего-то нужна, для вашего пазлика нужна эта информация, вот, но как бы и с другой стороны, вот вы можете перестать, не то что перестать, вы можете как-то справиться, изменить, уменьшить расход энергии, да, на вот эти вот эмоции, которые вас сливают, и там вы уже пользуетесь своим инструментом, медитации, манифестации, секрет, трансерфинг, все вот это, оно, все вот эти вот, это все об одном и том же, то есть вы по-прежнему, вы справляетесь, вы уменьшаете расход на физическом уровне, да, вы уменьшаете расход вашей энергии на вот это вот все ненужное, для того, чтобы увеличить вот это вот количество экс, по-моему, я его назвала, да, свободной энергии, нерасходуемой, для того, чтобы увеличить ее, и из нее, с этой энергией, уже что-то там делать в своей реальности, вот, ну да, и как я сказала, вот это вот радости, да, нахождение того, что наполняет именно вас, для того, чтобы делая это, перестать думать о чем-то, что вас сливает, и на заднем плане конкретно, чтобы тело перестало сливать энергию туда, и тем временем сохранило ее, а если еще, ну, смотря что вы делаете, там еще по-разному вырабатывается, и так и получается, видите, что все очень конкретно, там вот этой вот эзотерики, чего-то метафизического вообще нет, как бы оно есть, но оно о том же, это все о том же, поэтому, если вы чего-то не понимаете, если у вас что-то вот прямо, вот прям, какая-то ситуация, вы застряли в чем-то, у меня бывает, что я по кругу пока, вы когда, вот эти, бывают моменты, ну вы знаете, бывает, что ну совсем, ну так плохо, просто так плохо, что там, жизнь и смерть стоит вопрос, потому что у меня, ну вот прям, я же суицидница, у меня вечные мысли о суициде были, и я прямо вот суицид, все, я прям вот, очень плохо, понимаете, то есть, и все происходит именно от того, что ну настолько нет энергии, и вам невозможно выйти оттуда, поэтому один из вот в 5D технологии, первый самый шаг, это сделать список, вы пока делаете, ну вот вещей, которые вас наполняют, только обычно это так, ну как бы, надо-надо, и половина все равно не делает, а это научно, это надо делать, потому что иначе у вас нет энергии, и бесполезно, вы когда не понимаете, закончить мою мысль, составленный уже список, к тому моменту, вот прям, чтоб рядышком лежал, прямо берете, смотрите, что прямо сейчас я могу сделать, у меня музыка, первое, то есть у меня прям, я включаю музыку, и не вот эти вот грустные, у меня прямо список счастливой музыки, вот я в такие моменты, которые я заранее составила, прямо включаю и начинаю наполняться, на половине песни уже все, вы почувствуете, ну для себя составьте, если не составьте, просто вот, если даже вот это все не делать, просто уловите вот эту мысль, что тело, когда не понимаете, или когда застряли, когда совсем плохо, не хватает энергии в телу, прямо вот тупо не хватает энергии, поэтому что-то выкинуть, ну там это не так эффективно, это эффективно, но оно немножко не так, вот прямо сейчас подышать, потому что химический, оксиджен, как-то по-русски, воздух, он, прямо конкретно идут реакции на химическом уровне, и вы вырабатываете энергию, так же, как с калорией, не так же, но на подобии калорий, вот какие-то идут химические реакции, что у вас в буквальном смысле наполняется энергия, увеличивается, да, или радость, что-то сделать радостное, и вы чуть-чуть приподниметесь, и уже, скорее всего, будет понятно, у вас, нейронам вашим, у них появится сила что-то делать, что-то думать, что-то, ну вот сконнектиться с чем-то, и что-то новое создать, какой-то выбор, придет какая-то идея, какое-то решение придет, если конкретно не понимается что-то, и поднялась энергия, вы все равно, это всегда все равно, если либо не хватает энергии, ну и там бывает несколько вопросов, потому что как вот с гениальностью, мне очень нравится работать с гениальностью, потому что это все энергия, и просто убрать вот эти, для чего я хочу не понимать, для чего мне удобно, чтобы я не разбиралась с компьютерами, например, ну это уже 5D технология, я надеюсь, что я донесла мысль, удачи, а удача, она, когда много энергии, поэтому радость, радость, наполняйтесь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok